Гром Наш лейтенант Чекменев в такой ситуации побывал и вышел из нее с честью. Инструкция хоть и бюрократическая штучка, но, поверьте, помогает живым остаться. Сначала все шло нормально, и вдруг отказ двигателя. Думаю, не нужно объяснять, что это такое. Чекменев не растерялся и вовремя катапультировался, а под ним бесконечный лес. Приземлившись, пилот действовал строго по инструкции. Прежде всего стал искать удобное для строительства укрытие место. Помните, как в инструкции? Ни Отмель, ни Крутой Берег для этого не годятся. Ну и далеко от воды тоже нельзя уходить. Укрытий существует великое множество. Чекменев решил соорудить простейшее, двускатный шалаш. Благо, и жерти, и дерево разветвленное оказались под рукой. Мягкая постель из лапника. Прелесть, как хороша. А вот здесь, обратите внимание, ткань нужно туго натянуть и под углом 50-60 градусов, чтобы дождевые капли скатывались. А если от ливня укрыться хочешь, двойную крышу не поленись сделать. Ну а теперь давайте потренируемся. Пусть каждое живьем укрытие пощупает. Место для укрытия лучше всего выбрать на опушке леса или на поляне. Здесь и гроза не страшна, и обнаружить вас легче. Желательно, чтобы поблизости была площадка, пригодная для посадки вертолета. Причем размером не меньше, чем 30 на 30 метров. Если на границах площадки есть высокие до 25 метров препятствия, ее размеры должны быть 75 на 100 метров. Заготовьте три жерди. Две стойки длиной по 2 метра и коньковую жердь 3,5 метра. В стойке связываются ножницеобразно. Чтобы кровля не порвалась, коньковую жердь желательно зачистить. Обратите внимание, коньковую жердь закрепляют под углом 90 градусов к плоскости входа. Укрытие в этом случае обретает повышенную устойчивость. Если жердей у вас больше трех, можно для лучшей натяжки ткани соорудить из них своеобразный фундамент. Видите, какой формы колышки наиболее удобны и надежны? Теперь застилаем ложа и укрытие готово. Шалаш из веток тоже неплох. И двускатный, и односкатный. Кстати, ветки надо укладывать снизу вверх, черепицеобразно. Опять же, для защиты от дождя. А это конструкция плод творчества масс. ПОДПИШИСЬ! 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласитесь, быстро и надёжно. И скаты, и пол, и постель. И всего за 15 минут. Наверное, такое укрытие вполне можно вносить в инструкцию. Вековой опыт народа в Севере пригодился. Чум укрытий ничуть не хуже шалаша. Необходимы только длинные и прочные жерди. Связываем три из них ножницеобразно, чтобы не рассыпались. Установить каркас. Дело минутное. Теперь усиливаем каркас тремя-четырьмя жердями и готовим кровлю. Ткань раскраиваем так, чтобы удалить четвертушку. Вырезанную четвертушку укрепляем по внутренней части каркаса. КОНЕЦ КОНЕЦ К оставшемуся г-образному куску ткани привязываем жерди. Накидываем ткань на внешнюю часть каркаса, так чтобы от уровня земли оставался зазор не менее полуметра. Это делается для того, чтобы внутри чума была тяга, обеспечивающая дымоход. Теперь в чуме можно спокойно ждать рассвета. Ко всему прочему, он еще и ориентир для спасателей. Чум можно соорудить и с помощью одной жерди, но в этом случае вам необходимо как минимум шесть строп. Все эти стропы привязывают к вершине жерди, где делают глубокую засечку. Стропа закрепляется элементарной петлей. Сюда же привязывают и вершину купола. Для устойчивости жерди выкапываем неглубокую ямку. Теперь строповый каркас натягивается на специально вбитые колышки. Растянули кровлю и чум готов. Ну а теперь соорудим дерновую завалинку. От дождя и гостей не прошено. Всем хорош чум одножердевой, только костер в нем не разведешь. Дымохода-то нет. К вершине парашюта закрепляем стропу. И перекидываем ее через более или менее прочную ветку. Чтобы этот своеобразный кулек не разворачивался, вершину чума шнуруем стропой. Теперь вбиваем колышки по периметру чума. Натягиваем стропу и укрытие готово. Лихо. Конечно не швея. Но шить уметь должен. Да еще не иголкой, а вот таким незатейливым инструментом. или подручным средством. Ну хорошо. А если вам не повезло с поляной и вы угодили в болото, не теряйтесь. Укрытие нужно приподнять. Так что не промокните. Обратили внимание? Многие операции вам уже знакомы. Укрытие. 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 Крытие. Укрытие. Укрытие. Теперь натянем ткань на жерди и паркет к вашим услугам. Кровельные работы тоже не очень сложны. Подумать только. Сухо, удобно, красота. Из навесных укрытий наиболее простой эгамак. Сооружается он на жердевом каркасе. Не хоромы, конечно, но отдохнуть можно. Нельзя объять необъятных. Мы коснулись лишь малой части типов укрытий. А знаете, ведь строительная ваша работа не только позволяет вам обрести кровь над головой, но и отвлекает от тягостных раздумий, укрепляет веру в скорое спасение. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ